Мой путь к миллиону. Не ждите от меня историю в стиле «я сидела, ничего не делала, а потом нажала волшебную кнопку, и на меня свалился миллион, причём сразу долларов». Ну и не переживайте. Скучного рассказа о несчастьях, изнурительных провалах и потерях я вам тоже не поведаю. Всё в моей жизни складывалось так, что я оказалась на верном пути к тому, что меня драйвит и приносит деньги. Ваш путь, безусловно, может быть совершенно другим. Но кое в чём мы с вами точно похожи, и в конце я вам расскажу, что нас связывает. Путь ко всем моим успехам и миллионам на счетах начался так, как многих современных мам сейчас бы напугало и вызвало шок. Как же так можно? Ведь в наши дни детей с трёх лет, а то и раньше, таскают на бесконечные занятия по музыке и языкам. Если чадо только научилось ходить, а писать и решать уравнение ещё не умеет, то у каждого родителя возникает непреодолимое чувство вины и страх. Мой ребёнок никогда не будет успешным. Уважаемые мамы, которые стремятся с грудничкового возраста отправлять детей на развивашки, не вините себя в том, что ваш ребёнок ещё чего-то не умеет. Не переживайте. Всему своё время. Меня, не поверите, научили читать ровно в 7 лет, за месяц до поступления в школу. И это никак не отразилось на моих умственных способностях, любви к книгам или стремлению к обучению. Наоборот, я потом всю жизнь обожала учиться. Была тем ребёнком, который на учительское «Достаём двойные листочки контрольное» скандировал на весь класс «Ура!». А будучи пятиклашкой, я чётко понимала, что математика — основа наук. И лучше бы только она была в школе вместо многих предметов. Когда я писала контрольные по математике, то решала сразу оба варианта. Потом учительница поняла, что и этого мне мало, и стала отдельно для меня делать третий усложнённый вариант. Я до сих пор помню тот трепет в груди, когда учительница по матеше объявляла контрольную. Уже в седьмом классе я сдала экзамены в физико-математическую гимназию, самую сильную в Санкт-Петербурге. Я была очень одарённым ребёнком, можно сказать, вундеркиндом, но училась в школе с гениями, на фоне которых я была середнячком. Тогда и началось моё самое любимое время. Я занималась математикой круглосуточно. До одиннадцатого класса я ходила гулять ровно один раз в неделю, на переменках не курила за углом, а обсуждала с ребятами кто как решил домашку. В течение одиннадцатого класса я ходила за компанией с одноклассниками ради развлечения на всевозможные олимпиады, но максимум сил прикладывала к поступлению на факультет математики на английском. В моей семье все были математиками, я и сама планировала уйти в науку и педагогику. Благодаря победам на олимпиадах я поступила автоматически в семь лучших вузов Санкт-Петербурга, в том числе и в тот, о котором мечтала и к которому активно готовилась. Но за месяц до зачисления отделение закрыли. Для меня это была трагедия. Вуз решил, что нет смысла держать такой факультет, потому что с матфака и так мало студентов доходило до окончания института, а с математики на английском к моменту выпуска оставались вообще единицы. Пришлось пальцем в небо выбрать факультет физика на английском в педагогическом институте. Я размышляла так. В школе я училась в физмат-классе в окружении только мальчишек и нескольких девочек зубрил. А раз вуз педагогический, то должно быть больше девчонок, с которыми я смогу тусоваться. Решение было достойным 16-летнего ботана. К тому же родители, которые абсолютно всё мне запрещали, часто говорили. «Вот поступишь в институт и делай, что хочешь». Так что выбор замены факультета мечты был связан с желанием делать, что хочу, и тусоваться именно с девчонками. Это сейчас я взрослая женщина с тремя детьми, обучаю людей трейдингу, но в том возрасте, как и многие подростки, принимала решение, чем заниматься в жизни из совершенно странных соображений. Когда ваш ребёнок также не понимает, какой путь в жизни выбрать, не переживайте. Возможно, потом из него вырастет миллионер. Моим подписчикам в инстаграме сложно в это поверить, но я действительно была самым послушным ребёнком на свете. Как родители говорили, так я и делала. Я поступила в вуз, выбранный наугад, и максимум, до чего я смогла додуматься, раз уж мне теперь можно всё, покрасила волосы в рыжий, чувствовала себя настоящей оторвой. Первый год физфака ещё больше убедил меня, что основа всех наук именно математика. Я закончила лучшую физико-математическую гимназию СПБ, поэтому первый курс для меня был песочницей, повторением того, что я прошла ещё в девятом классе. Мне было действительно скучно. Ещё и физика совершенно не вдохновляла. Никогда не любила этот предмет. Ко всему прочему, с треском провалился мой план тусоваться с однокурсницами. Со мной учились такие же ботаники, как и я. От нелюбимой учёбы я спасалась только уроками английского. После первой сессии, которая была сдана автоматом, я сказала родителям, что не хочу учиться на физфаке, забираю документы и буду поступать на ИНИАС. И услышала однозначный ответ. Нет. Я никогда не умела сопротивляться авторитету мамы, поэтому пообещала закончить хотя бы год. Но в конце первого курса представитель деканата сказал, что для нашего отделения физика на английском в следующем году пройдёт стажировка в Америке. Весь второй курс я готовилась к этой поездке в Штаты и одновременно хотела найти подработку на полдня. Как раз в то время, в 2003 году, в России стали появляться инвестиционные компании, которые набирали трейдеров-студентов. Конечно же, я откликнулась на такую вакансию. Работа была с 15.00. Идеально! Все остальные слова в вакансии я не поняла. Главное, было написано, что берут без опыта. Никогда больше я не проходила таких жёстких собеседований, как тогда. Было пять интервью. Все в разные дни. Я успешно прошла четыре из них. Тест на IQ, на знание английского языка, собеседование на русском и английском. Осталось последнее. Сочинение на русском по теме «Текущая экономическая ситуация в России». Как сейчас помню, дали чистый лист бумаги. В голове на эту тему у меня тоже было чисто, лишь звучали слова моей мамы. Когда не знаешь, что отвечать, рассказывай, что помнишь на приближённую тему. Я вспомнила урок географии в 10 классе и на двух листах расписала плановую экономику в СССР. И слов по заданной теме было лишь на данный момент в России всё совсем по-другому. Точка. Аудиокнигу в полном аудиформате вы можете приобрести в книжном интернет-магазине Литрес. Ссылка под видео в описании. Приятного прослушивания.